здравствуйте дорогие друзья вижу что люди подписываются смотрят видосы ставят лайки поэтому вдохновляют меня и дальше работать в этом направлении сегодня я хочу затронуть выборы в америке если ты не интересуешься политикой это не означает что политика не заинтересуется тобой эту крылатую фразу сказал перекл я помню как лет десять назад слышал про теорию заговора о том что миром управляют богатые люди и так далее когда я некоторым людям пытался донести эту информацию с меня смеялись ты что есть же президенты депутаты и так далее народ но я как бы фактов сильно не видел внешнем управлении ну думаю значит так и есть выборы у нас же выборы проходят президента мы выбираем верховную раду выбираем но потому я начал замечать что мало что они из обещанного делают а в основном делают еще хуже нашу жизнь 2010 году я тогда не верил в эту теорию потому что выиграл виктор забежал наперёд еще в школе в одиннадцатом классе когда были выборы в 2004 году ющенко янукович было три тура хотя это не по конституции уже нарушение конституции но с минимальным отрывом выиграл ющенко и тогда европейцы европейские государства америка сказала что это было все честно майдан все это нормально демократии так далее но в 2010 году выиграл янукович я подумал значит это неправильная теория потому что выиграл янукович они про европейский лидер но в 2013 году я поменял свое мнение и уже увидел то что западные партнеры делали представляете вы президент у вас майдан и американские политики переезжают на майдан и угощают печеньками поддерживают протестующих то есть сначала вы там говорите что это партнеры договора встречи а потом идут к оппозиции после майдана жизнь как по мне не улучшилась в украине и почти на постсоветском пространстве только в беларуси остался лукашенко я отошел от темы по поводу президента трампа и выборов в америке америка любит всем указывать там не демократические выборы там демократические мы зашли в афганистан мы зашли в иран и так далее потому что мы сохраняем демократию и так далее мне было удивительно почему в нашей стране незалежной украине переезжают и командует какие-то политики и указывают как жить я думал что народ должен решать у нас должны спрашивать куда мы хотим а куда нет я честно думал что выиграет рамп потому что когда байден скомпрометировали его когда были записи с порошенко и они обсуждали как кого поставить удалить шокина с генпрокурора потому что сын кайтер байдена мог там пострадать то есть я думал что трамп пришел к власти и он взял власть в свои руки но это мы сегодня живем в такое время когда теория завра становится реальностью вы вдумайтесь соцсети то есть богатые люди марк цукерберг twitter и так далее заблокировали действующего президента соединенных штатов америки вы вдумайтесь что то мы когда мы думаем что в нас президент что-то решает когда президент в америке ничего не решает его полностью его девять дней еще есть власти ядерная кнопка но и он не может не написать твит то есть социальные сети сильнее его для меня это был конечно шок для начала поначалу но сейчас я уже ничему не удивляюсь теперь вы понимаете кто настоящая власть богатые люди билл гейтс марк цукерберг тин тернер корпорация cnn я помню как они перед выборами говорили что рейтинг у байдена 30 процентов извиняюсь у трампа 30 процентов у байдена там 60 но выборы показали что с минимальным отрывом выиграл байден это с огромными фальсификациями поэтому когда чернокожие убили полицейские убили этого я забыл фамилию чернокожего и потом была опубликована видеозапись как он сопротивлялся и ну короче удушили убили до поднялись они захватывали полицейские участки громили и все 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 что делали и ничего трамп сказал просто выйти с капитолия людям заблокировали его но я считаю это нонсенс когда видишь это демократия это демократы демократы пришли к власти в америке байден ребята поэтому вы понимаете что мы ничего не решаем если трамп не может решить он миллиардер у власти и он ничего не смог сделать у него выборы украли просто из-под нос и он хотел закон это сделать добиться в суде рассмотрение так далее ничего то что говорить за украинцев мы мы вообще понимаете он они байден если мы с порошенко разговаривал как хотел то сейчас байден будет и зеленским разговаривать и будет так как они выгодно америке потому что они сильные а мы слабые будут разговаривать с нами как с мусором а мы будем страдать с вами почему не одни президенты и премьер министры они пришли воруют дальше а говорят что это воровали прошлое почему в законе не написать вот вы приходите к власти течение года вы не сделали лучше жизнь украинцев в тюрьму ну короче у нас законы мы знаем что не работают поэтому поэтому я вам советую ребята сейчас с этим к видам это все уже не теории заговора я помню как они говорили про вакцинации билл гейтс сократить населением реально надо смотреть что они сейчас делают вы сами замечаете вот назад когда была пандемия мало кто умирал от коронавируса переболели все сейчас поголовно умирают то есть они придумали уже какую-то штуку или распылили самолетами вот этими химиотрассы и уже какие-то новые инфекции к видной инфекции от которых люди умирают особенно пожилые человек был нормальный поехал больницу село с больницей уже трупом увезут везут его поэтому мы на пороге глобальных изменений думаю байден и демократы ничего хорошего мир не приведут те кто не верит еще и теории заговора почитайте про педофилов пицца гейт кианон вот эти погуглите в ю тубе посмотрите и поймете кто такие демократы которые поклоняются сатане в ю тубе много блокируют те кто хочет донести правду поэтому вот у вас будет время не смотрите телевизор всякие там программы которые дурят задурманивают и развлекают а просто я понимаю что многих работа и так далее многие вообще не хотят париться по этому поводу но посмотрите просто вы поймете очень много кто такие демократы и самые богатые люди поймите что богатые бедного никогда не услышат а у них миллиарды им плевать на наше на нас на наше население и так далее поэтому мой совет жить надо максимально для себя но в плане уделять себе внимание между здоровью путешествие и так далее и я думаю что тут все понятно что мы просто пыль на их ботинках удачи берегите себя и подписывайтесь